Добрый вечер, дамы и господа. Это «Реальное время» на волнах радиостанции «Финам-ФМ». Меня зовут Юрий Пронько. И сегодня будем обсуждать одну из актуальнейших тем, сложных тем. Звучит он и так, «Кавказский узел российских проблем. Как стабилизировать ситуацию». Стабилизировать ситуацию именно в этом регионе. Я вам представляю моих сегодняшних гостей. Это Денис Соколов, руководитель Центра социально-экономических исследований регионов «Рамкон». Денис, добрый вечер. Здравствуйте. И Андрей Иванов, директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития. Андрей, добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо большое, господа, что согласились прийти. Денис, ваш взгляд на ситуацию на Северном Кавказе, чем она характеризуется, по вашему мнению? Нынешняя ситуация. Нынешняя ситуация, на самом деле, она является в первую очередь отражением ситуации российской. В целом по стране. В целом по стране, конечно. Но с некоторыми дополнительными, достаточно интересными особенностями. Можете их обозначить? Во-первых, на Северном Кавказе значительно больше расслоения между богатыми и бедными. Это первая особенность, которая приводит к тому, что очень большая часть населения не попадает в ту квоту, что ли. Квота – это плохое слово. Не попадает в долю, что ли, в бюджетных поступлениях. То есть не все получают кусок и кусочек от огромного бюджетного пирога. Далеко не все. И эти люди, они недовольны тем, что происходит. Они активно недовольны. Вот это первое. Вторая особенность – это значительно большее, что ли, то, что называется коррупцией у нас обычно. Да, это гораздо значительно больше, или по крайней мере заметно больше, чем в других регионах Российской Федерации. И третья особенность, третья, но не последняя – это то, что на Северном Кавказе и бюджетные ресурсы, и административная рента перераспределяются, по сути, на силовом рынке. Причем участникам… Присните, о чем идет речь. Речь идет о том, что это не рынки товаров, это не рынки услуг, это не просто рынки, допустим, бюджетных траншей. Это силовой рынок, на котором и бюджетные транши, и административная рента перераспределяются путем насилия. То есть в этом насилии участвуют, к сожалению, не только те формирования, которые принято называть незаконными вооруженными формированиями или криминальными структурами. Это разные вещи, но где-то в чем-то они пересекаются. То, что они вне закона – это точно. То, что они вне закона – это точно. Но зачастую и те государственные институты, и те части, некоторые, скажем так, мягко, структуры, которые принято называть просто силовыми структурами, они, к сожалению, тоже на этом рынке так или иначе подвязаются. Это самая тяжелая ситуация, потому что практически нет ни одной финансово-промышленной, в кавычках, группы, или, скажем так, финансово-перераспределительной группы, и формальной, и неформальной, которая бы не участвовала так или иначе в этом силовом рынке перераспределения бюджетных траншей и административной ренты. Это третья особенность. И четвертая особенность – это глобальный фон, на котором все это происходит – это урбанизация. Это активная… Выстокий уровень рождаемости. Ну, даже не столько высокий уровень рождаемости, хотя это тоже в некоторых регионах на Северном Кавказе не везде этот уровень рождаемости высокий. Большее значение имеет то, что именно сейчас на Северном Кавказе идет процесс, который на других регионах, может быть, прошел лет 50 назад. Вот. Люди из селений, из горных, переезжают в города. Это огромный поток людей, которые постоянно пополняют крупные города Северного Кавказа. И не только Северного Кавказа. Например… Это неквалифицированные люди. Ну, как? Это люди, которые могли бы быть квалифицированными виноградарями, могли бы быть квалифицированными скотоводами или овощеводами в традиционном обществе, в сельском. Но когда они попадают в городскую среду, часто они бывают растерянными. У них нет тех компетенций, которые нужны для выживания в большом городе и, самое главное, для формирования этого большого города. В итоге городская среда и городская культура на Северном Кавказе практически полностью сметается и начинает формироваться что-то новое. Вот что новое, в этом пока еще предстоит разобраться. То есть вот четыре таких принципиальные позиции? Ну, я не стал бы говорить, что их вот точно четыре, но на самом деле, ну, по крайней мере, что-то я перечислил из того, что сразу бросается в глаза, да. Андрей, ваш след. Мне кажется, что самая большая проблема, которая есть на Северном Кавказе, это стремительно идущий процесс архаизации общества и его клирикализации. Все больше и больше людей год от года появляется, ну, в таких традиционной мусульманской одежде. Все больше людей в Дагестане, женщины надевают паранжу, все большее число людей совершает намаз строго пять раз в день. При этом люди начинают отказываться от образования, молодые люди, потому что не видят в этом какого-то особого смысла. Светского образования. Светского образования. Потому что, ну, молодые люди не видят перспектив для себя в жизни. Если они получат высшее образование, они все равно не смогут найти работу, они не смогут устроиться по специальности. И если даже смогут, то все равно будут зарабатывать очень-очень небольшие суммы. Этим пользуются как радикальные исламисты, так и преступные группировки. И вот этот процесс архаизации связан еще с тем, что из Москвы, из Кремля не поступает сигналов насчет появления нового, какого-то такого единого для всей страны процесса развития. Хотя сейчас руководители государства говорят, что да, вот будет модернизация, инновации и прочее, прочее. Но так, как это проводится на сегодняшний день, не может людей удовлетворять. И мы прекрасно видим, что, например, даже Абхазия, недавно признанная Российской Федерацией, все больше и больше смотрит на Турцию, потому что там есть проект развития. А в России пока вот этого проекта или другие называют это национальной идеей, нет. А что бы вы хотели-то услышать от Кремля? Какую концепцию? То есть я вот слышу постоянно, что там есть план Хлопонина. Президент, премьер часто бывает на Северном Кавказе. Там выделяются какие-то невероятные финансовые ресурсы под развитие этого региона. Последнее то, что я слышал, Минрегион, да, господин Басаргин там разработал программу с каким-то просто невероятным колоссальным финансированием. Я не хочу, вот знаете, дешевый популизм на этом развивать. Ну вот что касается услышал, я хотел бы не услышать, а увидеть какие-то конкретные действия. Ну, например? Ну, например, это создание рабочих мест. Так. Ну, вот об этом я постоянно слышу от представителей власти. Да, мы это слышим, но мы этого не видим, к сожалению. Это обеспечение безопасности людей, туристов туда приезжающих. Но на практике мы что видим? Что теперь уже невозможно поехать без опаски в Приэльбрусе, любимый для многих россиян горнолыжный курорт. Вот что мы видим на практике. Мы слышим о том, что выделяются деньги для Северного Кавказа. Но если приехать в Ингушетию, в Чеченскую республику, в Дагестан, а я достаточно часто там бываю, то я не вижу, что эти деньги до людей доходят. Говорят, Грозный очень сильно преобразился. Очень красивый, чистый город. Грозный центральный улицы, да, они преобразились. Но только половина жителей живут в Грозном без прописки, живут в общежитиях, где один туалет на этаж. И так они живут у себя дома. Живут часто хуже, чем в далекой российской глубинке. Центральная Россия, где-нибудь в Калужской, Тамбовской области. Там живут хуже. При том, что якобы выделяются какие-то большие средства. Есть подозрение, что эти деньги не переходят границу Москвы. То есть замкаты... Бульварного кольца. Замкаты, да, не уходят эти деньги. А потом люди там на Северном Кавказе достаточно молодые. То есть почти половина населения, это молодые люди в возрасте до 30 лет. Естественно, они горячие, они пассионарные. Они хотят приложить свои усилия к чему-то. И поэтому власть должна сформулировать, федеральная власть, какой-то такой прорывной проект развития. Таким проектом, ну вот если взять историю нашей страны в 20 веке, это была идея индустриализации, это была идея послевоенного восстановления, это была идея полета в космос. Сейчас что предлагают людям? Ну вот вы к 2025 году, ваша средняя зарплата составит 18-20 тысяч рублей в пересчете на современный официальный процент инфляции. Она будет составлять на сегодняшние деньги 6 тысяч рублей. Ну, какие молодые сердца зажгутся. Вот такой идеей скажут, да, как здорово жить в едином российском, быстро развивающемся государстве. Люди бы и хотели это сказать, но, к сожалению, не могут по объективным причинам окружающей действительности. Денис? Ну, на самом деле, я бы немножко поспорил с Андреем. Спорте-спорте. В этой программе надо спорить. Во-первых, архаизация и клирикализация, да, несомненно, на Северном Кавказе, особенно на Восточной части, идет стремительное возрождение ислама. Да, это так. Но при этом я бы не говорил так в лоб архаизация, да, потому что зачастую явления модернизации и архаизации, которые, как бы кажутся архаизацией, идут не то чтобы рука об руку, но перемешиваются. Некоторые селения в том же самом Дагестане достаточно активно встраиваются в экономику, не только в региональную, но и в общероссийскую, да, и в мировую экономику, и конкурируют с Турцией, с Китаем, хотя бы на российском рынке. Например, обувь Махачкаля, например, которая производится до половины всего российского производства. Да. Например... Я думаю, это для многих будет сейчас новость. Да, да, да. Там стоит немецкое оборудование, которое люди привозят там. Ребята ездят на выставки, в том числе и в Италию, смотрят хорошие модели, своих дизайнеров отправляют учиться. Это очень тяжело, да, там заниматься этим бизнесом. И у него есть масса проблем и масса водводных камней, на которые ему придется еще напороться, но, тем не менее, это существует, да. Существует левашинская капуста, так называемая. Существует мясо андийское. Существует мясо в Восточном Ставрополе, которым кормится Москва на сегодня, да. И нельзя сказать, что те селения, которые вдруг встраиваются в эту экономику, они отличаются от других селений в сторону, скажем так, меньшей архаизации и меньшей критеризации. Зачастую это не так. Зачастую эти процессы идут одновременно. Восстанавливается ислам. Кстати, формируются, хоть и не совсем с точки зрения российского законодательства прозрачные, но все-таки институт частной собственности и защиты контрактов. То, чего нет не только на территории Северного Кавказа, но и зачастую на территории всей Российской Федерации. И вот так однозначно говорить, что архаизация и критеризация это плохо, я бы не стал. Это на самом деле серьезный вызов юрисдикции Российской Федерации на Кавказе. Такой серьезный вызов, иногда даже фатальный. Но это как бы первая история. Я еще... Просто хотелось бы небольшую ремарку, простите, вставить, что архаизация поддерживается как раз местными коррумпированными элитами. Когда Александр Хлопонин представлял свою стратегию развития Северного Кавказа 2025 года в Совете Федерации, он показывал красивые картинки, а потом сенаторы стали задавать конкретные вопросы. И Хлопонин сказал, что те деньги, которые выделяются на Северный Кавказ, они не осваиваются. Почему? До 90% всех проектов не имеют ни обоснования, ни обоснованной сметы. То есть не имеют ничего, только благие пожелания. И власти, на самом деле, ну вернее не власти, а местным коррумпированным элитам, привыкшим получать просто, ну, подарки из Москвы за просто так, ничего не делали, за красивые отчеты, невыгодно, чтобы общество менялось. Наоборот, хочется... Это, по-моему, это инициатива снизу, да? Это сами люди, сами предприниматели бизнеса. Я могу назвать еще несколько инициатив. Например, сейчас и в Дагестане, и в Ингушетии активно, и в Северной Осетии разрабатываются проекты по развитию солнечной энергетики. То, чего нет фактически нигде в мире. Там уже готовят и пластины, и батареи, и автономное вот такое питание. Но интересно, какой чиновник согласится на то, чтобы люди не платили за электричество? Какой местный чиновник? А местным чиновникам выгодно. Не развивайте это производство, а наоборот, часто стараться его загубить. Но навязать людям именно клирикализацию. Под видом так называемого возрождения традиции. Здесь я бы, в свою очередь, ставил, на самом деле, насчет клирикализации, которую навязывают местные чиновники. Но это не совсем так. В большом случае развитие ислама, в том числе не только традиционного ислама в Дагестане, оно связано не столько с деятельностью местных чиновников, сколько с ответной реакцией населения. Это во многом религия социального протеста на сегодня. Это ни в коем случае не то, что навязывают местные чиновники. Напротив, в принципе, вмешательство и Москвы, и в какой может быть даже и местных элит, формирование религиозности у населения, оно вредно. Получается, что этот пресловутый закон о ваххабизме в Дагестане, это как слон в посудной лавке. Когда Москва позволяет себе выбирать то религиозное течение, которое ей нравится, и практически ввязываться в религиозный конфликт, не скажу пока войну, на одной из сторон. Это очень опасная практика, и это единственное, в чем можно заметить федеральные власти и местные элиты в плане участия в креликализации. Это их участие в конфликте и в соперничестве различных конфессий на одной из сторон. Я честно вам скажу, я, может быть, с обывательской, журналистской точки зрения, не вижу опасности возрождения религии. Ну, ради бога, в России возрождаются религиозные традиционные конфессии. Я знаю одно очень сильное, скажем так, государство, которое замешано на религиозной основе. Это, правда, не ислам, но это крайне религиозное государство, где многие вещи нет. Основываются на танахе, на том, что действительно испокон веков, к этому можно по-разному относиться, но это одна из самых развитых инновационных стран мира. На самом деле другой... Я имею в виду Израиль. Я понимаю, да. Что имеется в виду, понятно. Там гигантская религиозная составляющая. Там тоже есть противоборство, да, между светским началом и религиозным началом. И тем не менее люди как-то уживаются, не без конфликтов, но тем не менее. Смотрите, что получается. Да, без ислама на сегодня, как нравственной основы, по крайней мере, правовой системы, без ислама невозможно представить себе в Дагестане, в Чечне, в Ингушетии развитие и инфорсмент институтов правовых. Это невозможно, в принципе, потому что это... Неотъемлемая часть. Это неотъемлемая часть культуры. С другой стороны, вопрос в другом. Вопрос в том, о каком государстве дальше, о какой правовой системе идет речь. Если мы говорим о том, что это теократическое государство, если это государство построено на принципах шариата, это, мягко говоря, противоречит законам Российской Федерации, противоречит, в принципе, российской государственности. Это разговор тогда совсем про другое. Это уже не внутренние гражданские проблемы. Если же мы говорим о том, что в рамках светского государства, которое является Российской Федерацией, любая община может жить по своим традициям. В рамках закона? В рамках закона. Эти традиции становятся той неформальной цементирующей средой, которая поддерживает государственность. Это то, к чему надо было бы стремиться. Но получается, что на сегодня, по крайней мере в Дагестане, в силу в том числе вмешательства не очень уклюжего государства в эту историю, позиции поляризуются. То есть одна часть людей оказывается на позиции построительства нового государства, по сути, на основах шариата. Другая часть людей категорически не приемлет ислам как основу правовой системы. Да, вот это более правильно, мне кажется. И эти два полюса, они, к сожалению, на сегодня... Диалог есть между полюсами? Попытки есть. Попытки есть. В последнее время начались попытки диалога особенно. Попытки есть, но пока... Но бюрократия оказывает медвежьи услуги. Пока это нельзя сказать, чтобы эти попытки были успешными. Я еще хотел сказать как раз про инвестиционные проекты, создание рабочих мест. Тоже очень опасная история, когда, если мы начинаем строить крупные предприятия, из опыта известно, получается, что на этих крупных предприятиях, которые вроде бы для того, чтобы создать рабочие места строятся, будут работать не те люди, которые потеряли свои земельные наделы, которые выделены под эти крупные предприятия зачастую, а будут работать те, кто выиграет на рынке труда. Крупные предприятия, которые присутствуют на мировом рынке, они на мировом рынке нанимают рабочую силу. И, допустим, из 15 тысяч сотрудников, которые могут быть привлечены потенциально, например, для современного сахарного завода, что является с полями севооборотов, что является модернизационным проектом. Из этих 15 тысяч человек не факт, что там не то, что половина, а хотя бы 10% могут быть привлечены из местного населения. Просто хотя бы потому, что местное население в силу своей традиционности, в силу своих привычек, в силу своих сложившихся уклада, оно просто не готово участвовать в этих модернизационных проектах. Но это решаемо, но это надо решать. Нужны программы лояльности, о которых сейчас никто не думает. Если бы этот самый сахарный завод, например, со своими крупными полями под севооборотом, которые там сахарная свекла, пшеница кормовая, овощи, там семечка, которые они все равно вынуждены будут сажать, чтобы если бы этот сахарный завод заранее позаботился о том, что те игроки из местного населения, которые могут быть против... Там молодежь. Да, там молодежь, лидеры общественного мнения, те лидеры сообществ могли бы быть включены допустим в откорм, в производство мяса, в откорм скота и позаботились бы о том, чтобы на уровне микроинвестиций, микрокредитов, чтобы эти люди могли встроиться на основе их институтов, на основе их представления экономики, встроиться в эту новую возникающую промышленность и были бы зависимы экономически по-хорошему от этого сахарного завода, это была бы хорошая программа Но как раз этим, как мне представляется, должны заниматься местные органы власти, даже не федеральный центр, это местный уровень, субъектовый уровень, а почему? А местные власти это не делают, потому что им это не выгодно, по большей части, потому что они привыкли... Что значит не выгодно? Рабочие места это налоги, да? Это трудоустройство, сокращение напряженности Налоги федеральный бюджет в большей степени, потом, если не будет напряженности... Изменяете процессы бюджетирования Это то, соответственно, невозможно будет получать определенные средства на борьбу с терроризмом И, например, в Дагестане существует очень четкая связка между местными районными органами власти, местными районными спецслужбами и радикальными проповедниками И это ведь тоже не секрет Но что хотелось бы заметить очень существенное Когда мы говорим о возрождении религии, что в этом нет ничего плохого Да, в этом нет ничего плохого, если человек просто во что-то верит, во что он считает нужным Но уже с конца 18 века все развитые страны стали светскими И речь идет о том, что общество будет либо религиозным и жить по религиозным канонам А в Израиле, например, да, там религиозное общество, но иудаизм это общая объединяющая национальная идея А если у нас одни мусульмане, другие христиане, третьи буддисты в разных регионах страны Как религия может стать общеобъединяющим фактором? А потом, что такое религиозное общество? Это определенный взгляд на мир, это в том числе отрицание законов эволюции Это отрицание определенных законов природы Но о какой современной экономике мы тогда можем говорить, если мы будем ориентироваться не на научные знания, а на свои какие-то религиозные представления А власть как раз местная делает все, чтобы общество было религиозным и пытается людям религию навязать И говорить о том, что вот религия это нравственный фактор, который удерживает людей Это не так, потому что в советское время, когда этой религиозности не было Почему? Была религиозность другая Была просто другая религиозность Были красные книжечки Но она была светская, эта религиозность То есть люди, может быть, молились на науку Там тоже была сакрализация, конечно Была, была, но не в такой степени Еще в какой была степени Вопрос спорный, ладно Но когда Рамзан Кадыров заставляет всех женщин одеть платок на голову И говорит, что иначе ходить по улице нельзя Что мужчины должны одеваться таким-то образом Что на работу в пятницу они должны ходить в традиционной персидской Почему-то вот этой одежде мусульманской Когда на государственные деньги в Ингушетии строится какая-то огромная мечеть То, извините, это что? Ну, насчет государственных денег в Ингушетии Я слышал, что там не совсем на государственные деньги эта мечеть строится Есть сборы из населения, из предпринимателей на построительство этой мечети В Магасе, да? Ну, в конце концов, и в России я знаю массу историй, как церкви строятся Где заканчивается государственная, где начинается благотворительность Тоже очень сложно разделить Мне кажется, что гораздо, на том уровне, на котором сейчас находится И экономика, и институты Северного Кавказа Гораздо опаснее то, что, допустим, президент той же самой Ингушетии Может остановить строительство, частное строительство в Магасе По своей воле, не через суд, на два месяца Нанеся экономические ущербы и застройщикам, и лишив на два и на три месяца То есть проблема с правоприменением, на самом деле Если так вот называть вещи своими именами Понятно, почему, потому что для администрации республики Бюджетные поступления значительно важнее, а не значительно больше 300 миллиардов, мы говорим о сотнях миллиардах, когда мы говорим о бюджетных поступлениях Мы говорим об одном, пяти, максимум десяти миллиардах рублей Когда мы говорим о экономике, которая не связана с бюджетными поступлениями на том же Северном Кавказе Если говорить там вот про Прелебрусси и Домбай, которые, к сожалению, сейчас стоят Про Прелебрусси, не то, что опасно поехать в Прелебрусси, это просто не пустят, там контртеррористическая операция идет И люди, которые десятилетиями учились заниматься этим бизнесом, довели свои гостиницы некоторые до трех до четырех звезд И только-только начали выходить на какую-то более-менее прозрачную экономику А они, в принципе, лишились своего бизнеса на сегодня из-за контртеррористической операции, которая была проведена уже В чьих интересах, это отдельная история Они лишились своего бизнеса, а страна лишилась ста предпринимателей, которые выросли за это время Мало того, что она лишилась ста предпринимателей, еще тысячи людей подумали Потеряли работу Не то, что потеряли работу, они никогда не пойдут в предприниматели, потому что они видят, как с ними обошлись Вот это большая проблема Проблема в том, что, например, в той же самой Ингушетии доходы с распределения страховок от неурожая, условно, от неурожая Они выше, чем потенциальные доходы тех же людей, которые принимают решения от собранного урожая Смотрите, с одной стороны мы упираемся в тему правоприменения, с другой стороны в экономику В ту структуру, которая сейчас там есть, как факт Я хочу понять тогда, эту ситуацию может изменить бизнес Вот Андрей напирает на государство Я вообще государство терпеть не могу, потому что это зло Зло в четвертой степени И еще Карл Маркс очень хорошо вывел формулу государства Если вы помните, это частная собственность бюрократии по Марксу В точку! Вот и то, что вы описываете, это подтверждает Я тогда хочу понять, бизнес может стать таким генератором идей, таким драйвером развития региона? Или он там в зачаточном состоянии? Я просто не знаю То государство, которое сейчас существует, оно не может быть не драйвером, оно занимается тем, что оно подавляет бизнес, потому что оно распределяет бюджетные ресурсы в основном Единственный способ разумных реформ с государственными институтами, которые сейчас существуют на Северном Кавказе, к сожалению, не только на Северном Кавказе, это их ликвидация Есть опыт Грузии, например, что они сделали с ГАИ Они его ликвидировали Это единственный способ эффективной реформы на сегодня Потому что как можно реформировать ОБЭП в Дагестане? Я не представляю Силами самого ОБЭП Силами самого ОБЭПа, да, как его можно ликвидировать? Я не представляю, как можно ликвидировать любой институт Это значит, хочешь реформу завести в тупик, поручи непосредственным исполнителям из этой же отрасли Мы, в принципе, можем про все государство сказать то же самое Хочешь реформировать политическую систему в стране, поручи его государству, оно его заведет Но если вот вы заговорили о Грузии, да, насколько я понимаю Михаил Саакашвили и Кахи Бендукидзе, как вот той команде первой, да Удалось минимизировать роль государства То есть они пошли от обратного Они провели, ну, в общем-то, радикальные достаточно либеральные реформы, да Уменьшив значение государства Уменьшив вот это все процедурные проблемы, которые возникают С лицензированием, с разрешениями и так далее, и так далее, да Но вот это неприменимо здесь Вот без федерального центра, вот сами власти Я хочу просто понять, есть ли они только местные власти на Северном Кавказе Но я так понимаю, что здесь нет отличия от других регионов России, да Они настроены и заточены под бюджет Под его распределение, под его освоение, под его распил, там и так далее, и так далее Я надеюсь, что они в правом поле действуют Я просто надеюсь, да Хотя догадываюсь, что, скорее всего, там вольности есть Или нет, и это власть может генерить Денис, вот положа руку на сердце Или это вот дохлый номер С этими людьми при нынешнем бюджетном процессе Невозможно изменить ситуацию Нет, невозможно Нет, делать что-то можно все равно То есть есть те самые очаги развития, которые уже сейчас существуют Про которые мы, в принципе, оба и говорим Эти очаги развития, перед ними можно попытаться расчистить завалы Расчистить барьеры В принципе, это можно делать в ручном режиме на сегодня Но, к сожалению, только в ручном режиме Есть, приходит инвестор Совершенно случайно, может быть, да Вот тот же самый сахарный завод Мне очень нравятся ваши прикладные темы Это подарок для Дагестана Потому что приходит инвестор Который вкладывает деньги свои Которые ему надо спасти Живой кэш Живой кэш Ему надо эти деньги защитить Он сталкивается с проблемой С тем, что местное население нелояльно Его инвестиционному проекту Потому что оказывается, что... Не понял Он же им создает рабочие места Он будет платить налоги Стоп, стоп Кому он будет платить налоги? Ну, в бюджет У нас бюджетный кодекс очень интересный Он приходит и забирает Сто тысяч гектар земли На которых методом Приусадебной экономики И самозанятости Занято несколько десятков тысяч людей Он приходит, забирает Потому что эта земля никак не оформлена Потому что на Кавказе существуют Моратории на приватизацию земли И земельная реформа не проведена вообще Кроме Ставропольского края Ни в одной республике Это очень большая проблема При этом фактологически земля имеет хозяев Она имеет хозяев Республика, например Или местная Находится в аренде У какого-нибудь сельскохозяйственного предприятия Которое вроде бы как Не занимает эту землю ничем А на самом деле Или эта земля муниципальная А на самом деле На этой земле неформально Работают люди Они там бахчи разбили Кто-то люцерну выращивает Кто-то огороды Это никак не оформлено Потому что В чем проблема? В чем проблема? Почему нельзя решить этот вопрос? Так вот Объявить амнистию Все, отдаем мы вам эту всю землю Которую вы там взяли Это нужно сделать Это очень большая работа Которая очень опасна Но ее надо сделать обязательно Конечно Потому что очень много Перекрестных прав собственно на землю Мы вот сталкиваемся Вот пожалуйста С тем же самым Условно с сахарным заводом Приходит ему на 100 тысяч гектар Он получает земли Которые не заняты формально Приходит на место А на этой земле Люди работают И люди крайне недовольны Это конфликт реальный Его могут туда просто не пустить А если его пустят В конце Это отчуждение земли Которое по неформальному Обрабатывается Большим количеством людей Но Это же бизнесмен А бизнесмен Если он нормальный Он привык решать проблемы Которые перед ним возникают Он начинает думать А что ему делать дальше? Как ему с этим решить? И он понимает Что ему выгоднее Вот те самые решения Которые мы говорили О включении местного населения В процесс В процесс В экономический процесс Так или иначе Ему выгоднее потратить На это Какие-то свои ресурсы Причем небольшие Да Вот Чем Не обращая внимания После этого Оплачивать Огромные Действия То есть получаются Все-таки решаемые проблемы Решаемые Решаемые Они локально Эти проблемы решаемые И мы можем надеяться Что в какой-то степени Они будут локально решаться Сейчас Но скорость Которые идут Деструктивные процессы Вот про которые Говорил Андрей Они выше Да И мы можем просто Вот это вот Прорастание Разумной Живой экономики Снизу Оно может не успеть Настолько как бы Развиться Чтобы начать диктовать Свои условия Это плохо Это плохо И чем больше поступает Денег сверху Совершенно согласен Тем больше разница В этих скоростях Поэтому Увеличение Хорошо Может быть тогда Поток сверху Финансовых ресурсов Уменьшить Невозможно Уменьшить Вот знаете Например Секрет бюджета Чеченской республики Официально На 92% Бюджет состоит Из дотации Из федерального бюджета Но В Чечне Есть нефть Причем Очень высокого Качества И первый президент Чечни Ахмат Хаджикадыров Сказал Не надо нам Дотации Из федерального бюджета Оставьте нам Нашу нефть Мы будем Добывать Продавать И платить Налоги Федеральный бюджет И будет у нас Республика донор А не Дотационный регион После этих слов Его убили В скорости И сегодня Вот эта вся нефть Она принадлежит Федеральной власти Но на 92% Она принадлежит Конкретному Хозяйствующему субъекту Она не принадлежит Федеральной власти Ну конкретному Хозяйствующему Кто? Роснефть? Субъекту Роснефть Но На 92% Бюджет Чечни Дотационный То есть Видимо Федеральная власть С помощью этих дотаций Пытается Контролировать Ситуацию В регионе Влиять на Местные элиты Это аспект Который Вот реально Существует Кто может Спасти ситуацию? Ну конечно Не государство А только Низовая Инициатива Только люди Которые захотят Заниматься бизнесом Которые будут Развивать Какое-то Производство Которые будут Знать Национальные Обычаи Например Не всю землю Далеко Можно Оформить На Северном Кавказе В какую-либо Собственность В принципе Потому что Например В Кабардино-Балкарии Вышел очень серьезный конфликт После принятия 131 федерального закона О местном самоуправлении Потому что Были отгонные пастбища Где Люди Пасли скот Из разных сел Совместно Использовали Эти поля Совместно Люди Из разных сел А по закону Земля Вся должна быть Предписана Каким-то Поселением И так получилось При нарезке Этой земли Что целиком Должно быть Она Преимущественно Балкарским поселениям Там немножко Руда Что делать Кабардинцам Ну соответственно Голодовки Акции протеста Законные Не работают Потому что Это будет Очень жесткий конфликт Согласительные комиссии И прочее Прочее Вот люди Которые знают Местные особенности И готовы На своей земле Работать Развивать бизнес Конечно На них вся Надежда Но я Совершенно согласен Что При нынешнем Раскладе Деструктивные Процессы Идут намного Быстрее И почему Я заговорил В первую очередь Об археизации Чтобы делать бизнес Это должен быть Человек Современно образован Владеющий Современными Знаниями Об окружающем мире Человек Безусловно Все таки Со светским Сознанием Умеющий Договариваться Человек Инициативный Человек С креативным Мышлением Но если Человек Думает о том Как ему Пять раз в день Совершить Намаз Если он Думает Только о том Как бы Его дочь Не вышла Замуж За кого-то За представителя Другой веры Другой национальности Без его согласия То извините А кто же Будет Мне кажется Андрей Совсем Сгущает Я не считаю Что Я согласен С тем Что светское Государство В любом случае Гораздо более Благоприятно Для развития Экономики Чем Теократическое Государство И имеет Перспективы Развития Экономики Развития Науки И так далее Я не считаю Что намаз Мешает Предпринимателю Я тоже так считаю Ну Хочет делать намаз Это его право Это право Не то что хочет Если ему положено Поверить Делать намаз Пускай он делает Это намаз Зачем ему мешать Другое дело Что Вот история С Кабардино-Балкарией Она тоже не совсем такая Там вопрос Не в отгонных пастбищах На которых Со времен Развития Производства спирта В Кабардино-Балкарии И с тем Что скота На этих отгонных пастбищах Уже давно нет Вопрос не в том Что люди Пасли Там несчастные Пасли овец И у них Эти отгонные пастбища Забрали Там этих овец не было Я по ним ездил Ни овец Ни крупного рогатого скота Уже лет 10-15 Там нет ничего Там другое дело Дело в том Что эти самые Отгонные пастбища И часть другой территории Были Отчуждены От муниципальных образований И кабардинских И балкарских Между прочим В пользу республики Названы были Межселенными территориями Тогда Это был первый вариант Это был закон 2005 года Как раз То есть хозяевами Стали власть Субъекты федерации Да Субъекты федерации И вся история Земельных отношений На Северном Кавказе Если очень грубо Говорить Это постепенное Отчуждение Земельных ресурсов Поселений В пользу Региональных И районных элит В основном Региональных элит Под прикрытием Моратория На продажу земли Потому что Аренда на 49 лет Под прикрытием Административного Ресурса Это практически Собственность Вот И здесь Да Неформальная Неформальная Балкарские земли Которые в обмен Балкарские Не отгонные пастбища А пашенные земли Которые в обмен На отгонные пастбища В горах Существовали на равнине Они уже давно Ушли в аренду Потому что Земли гораздо более Ценными Оказались Для производства Пшеницы И кукурузы И они были в аренде Давно И давно уже Практически Не использовались Как Земли общие Денис Скажите пожалуйста Простите Что я сейчас прерву А если снять Мораторий И начать Приватизацию Земли Я иду сейчас С обратной стороны Выбить основу Из-под чиновников Из-под бюрократии Которые Прикрываясь Вот этим всем Фактически Становятся Такими Лантифундистами И контролируют Эту землю Узаконить Частную собственность Вот Прекратить Пугать Друг друга Что это Приведет К конфликту Все-таки Хозяин Это и более Рациональное Использование Земельных ресурсов И тот Потенциальный инвестор Которому вы говорили Сахарный завод Ну как вариант Или что-то другое Ему будет проще И легче понять И выкуп И это все В правовом поле И это реальный кэш И это налоги И так далее И так далее Это первое Что можно было бы Начать делать Реально Это приватизация Потому что мне кажется Вот этой пугалкой Все запугали В своих конкретных Конкретных интересах Это процесс Это обязательный процесс Необходимый Он очень сложный И он на самом деле Очень интересный И очень полезный С точки зрения Формирования Связи между Формальными И неформальными Институтами Потому что Очень большие территории На северном Кавказе В горах Дагестана например Там в принципе Неформальный институт Собственности на землю Уже существует Либо по предкам Либо по шариату Земля распределена То есть Де факто Есть собственник Вот Естественно На самом деле Самым простым Решением В первую очередь Была бы Легализация Существующих Неформальных Прав собственности На землю Вот это институт Собственности Легализация В рамках Российского законодательства Да Потому что На сегодня Собственность Вроде бы Неформальная есть Имам заключает Сделки Но зеленки Вот той самой Свидетельства о собственности Не выдается Да Это целый процесс Будут конфликты Потому что Одно дело Неформальная собственность Такая Которая на самом деле Меняется Периодически Другое дело Формализованная Через Свидетельства 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 Собственности Земля Которая может быть Залогом Да Конечно Это как бы Уже более необратимый Процесс Это с точки зрения Экономики По любому Учебнику даже Да Это взрывной Экономический рост Земля Самый мощный Капитализатор Любой собственности Это увеличит стоимость Активов Конечно Увеличит стоимость Активов в разы Есть очень сложные места На Кавказе Которые за последние 20 лет Были созданы Это пригородный район Например В Осетии Вот Там Но это все-таки Особая история Да Есть особая история В Дагестане Есть такие территории Есть территории Есть те же самые Зольские пастбища В Кабардино-Балкарии Да Есть территории Которые нужно Выделить из этого процесса Оставить их на потом Потому что они Требуют отдельный Сохранить там мораторий Отдельного соглашения Да Может быть Да Но Большую часть земельных ресурсов Я считаю Да Вы правы абсолютно Нужно снять мораторий И провести земельную реформу И собственно Проведение земельной реформы Очень многие точки Расставят на ды Появятся лидеры Которые будут в этом участвовать Появятся Крупные собственники Мелкие собственники Это нормальный процесс Который был бы Появится законный Прозрачный рынок Как только появляется Рынок земли Огромное количество спекуляций Если посмотреть На конфликты Даже межэтнические В том же самом Дагестане Кабардино-Балкарии Все вокруг земли Либо вокруг бюджетных денег Либо вокруг земли Появятся даже Две точки приложения Не столько рынок земли Потому что Люди, которые там живут И хотят землю Не столько торговать Сколько работать на ней Но безусловно Если человек чувствует себя Собственником Хозяином То это совершенно другой человек Он сильно отличается Он субъектен Он чувствует себя Субъектом истории А не объектом Нет, когда я говорю о рынке земли Я имею ввиду Тотест, который Денис проговорил А как один из вариантов Это залог Который дает кэш Очень серьезные ресурсы Но только вопрос А кто-то серьезно верит В то, что Современное Российское государство Позволит это сделать Если даже на историю Посмотреть Почему, скажем Была вот реставрация Мэзи в Японии Когда крестьянам Раздали землю Почему было Гомстадт-Линкольн В США Где было Пять лет работаешь на земле Все, это переходит В твою собственность За минимальные деньги И была отмена Крепостного права В России Где вроде бы Землю крестьяне Получили Но не сами А общины И должны платить Платить до 40-50-х годов 20-го века Так предполагалось И вы Вот, Денис Серьезно верите в то Что Современное российское государство Скажет Вот вам свидетельство о собственности Чувствуете себя Хозяевами Андрей, ну а почему Не На самом деле очень интересно Процесс-то пошел Да, то есть есть По крайней мере Несколько Сообществ Которые я знаю Да, я не говорю про все Потому что я много чего Я не знаю Есть несколько Сельских сообществ В Дагестане В том же самом То есть есть прецеденты Которые этот процесс уже начали Процесс начали И на самом деле Часто предвыборным Обязательством Но будущего Главы администрации Села Является Ничто иное Как решение вопроса земли Он говорит Да, собираются все Главы Представителей Тухумов Он говорит Да, я реализую Раздачу земли Вот по таким правилам Согласовано со всеми Мы создадим комиссию Внутри села По которой мы распределим Либо по жребию То, что уже происходило Во многих Во многих Во многих И мало того Мало того Что он проведет Это распределение земли Неформально Он еще обязуется Закрепить Это неформальное право Через Средство о собственности Российское законодательство Как ни странно Позволяет это Потому что есть такая вещь Как Предусадебный участок Полевой На котором строить нельзя Но в пределах Одного поселения Вся земля Может быть распределена В собственность Не Даже без отмены Сильные юристы Могут найти Законы обеспечивающие Без отмены Моратория На приватизацию земли На всей территории республики Да Остается зона Плоскости Которая сложно Очень будет Но по крайней мере Горная часть Может решить вопрос Земельной собственности Даже без помощи Российского государства То же самое В Кабардино-Балтарии Без помощи Российского государства Да Бюрократия Давайте не будем Вот это пафосно называть Это бюрократия Это персонифицированное понятие Это не абстракт А может быть Вот в таком случае Таких глав О которых говорит сейчас Денис И стоит поддерживать Кавказ уникален тем Что у него Кроме Что на Кавказе Есть спрос На Вот эту Институциональную реформу Низовой спрос Он конечно сложный Он конечно во многом конфликтный Но он по крайней мере Вот национальная идея Которую вы говорили Андрей На это можно Вот решение конечно Это реальная опора Собственники Это опора Российского государства Вот как это Не пафосно звучит Но почему-то Ни один федеральный политик Эту идею Вот к сожалению Не озвучивает Ну что ж поделаешь Интеллектуальная ущербность Вот это можно так Кого вот не послушаешь Все говорят Пенсии прибавим Там на третий счет На три рубля Потому что дешево Они привыкли Дешевым популизмом У меня есть одно Одно из любимых селений Которое находится На границе Чечни И Дагестана Гагатли Называется Андийское село Они перешли К откорму Крупного рогатого И мелкого рогатого Склота От пастбищного От выпаса Ну в силу Экономических Политических причин Прямо в селении Они держат Порядка двух тысяч Голов крупного Рогатого скота На триста пятьдесят дворов И порядка Шестнадцати тысяч Голов мелкого Рогатого скота У них еще есть стадо Которые Ну как Из которого Они берут На откорм Животных Многих они Много они докупают И в Калмыкии В том числе Но это Мощное такое Производство Достаточно Мощное производство Мяса У них Перекупщики Из Чечни Например Загружают Камазами По триста Голов Живых Барашков Везут в Москву Они мясо Прямо там сушат Есть один Там такой человек Который Даже Затащил Аппарат Для вакуумной упаковки Пробил Сертификат И он Фасует Андийскую колбасу Между прочим Шикарную Фасует Вакуумную упаковку И она продается Во всех магазинах Махачкалы И сейчас потихонечку Думает О том Чтобы перейти Креативного отношения К собственной жизни Это все своим трудом Это все своим трудом А модернизация наступает У них сильный имам Очень Молодой Очень толковый парень И это не мешает Они выбирают Главу администрации В мечети Согласовывают Они выбирают Депутатов Выборы проходят Но согласование Происходит в мечети Очень сильный Дружный Джамат При этом Параллельно идет Процесс модернизации Например Со своими партнерами В других городах Они общаются По скайпу Да Потому что В каждом доме Есть интернет Который получает За счет модема И все это работает Прекрасно Очень интересно Даже Это очень интересно Но очень забавно Что Они пришли К дефициту Пастбищных земель И сенокосов И очень интересно Что они То есть это чисто В этой экономике У них идет Они начинают решать Этот вопрос Договариваться Примерно как Швейцарский кантон То есть у них Есть общие земли Есть частные Вот Очень похоже На разделение Общинных земель Земли общего пользования Там не совсем Они не то чтобы Общего пользования Они уже коллективного Пользования Потому что Ограничивается Количество Участников Этого сообщества Которые допущены К использованию Пастбищных земель И сенокосов Здесь еще раз Как называется это село Гагатли Гагатли Это исключение Из практики К сожалению Нет Такие еще есть села Разные Не только с мясом Но это к сожалению Исключение Из практики Потому что Ну это как бы Такой очаг Который просто Приятно смотреть Мощные низовые инициативы На самом деле Им нужно помогать Абсолютно На самом деле Потому что Везет тот кому везет И везет тому кто везет Если люди работают Помогите этим людям Снимите те барьеры Которые мешают По крайней мере На это есть заказ Вот Пробили же Историю с рынком птицы Птичьего мяса Постепенно Да И практически Вытеснили импорт То же самое Может произойти С мясом С говядиной И с бараниной Если будет достаточно Большой объем Понятно что мы не сможем Отменить коррупцию Ну да Но если есть большой спрос По указу это не отменяется Да Если есть много Производителей У которых много мяса Это очень большие интересы Получаются Они могут перебить Цену Да И дать больше Чем аргентинские Поставщики из Аргентины Или из других мест Что скажете Денис Пример Потрясающе Просто И этот пример Этого села Должен транслироваться На всех федеральных каналах Таких примеров Они нас с Америкой пугают Если не брать Вот только Северный Кавказ То таких примеров Вообще в целом По России Достаточно много Где низовая инициатива Обеспечивает Нормальный Достойный уровень Клирикализация Мешает Вот Андрей Пример Сильный имам Да Вопросы решаются Многие в мечети Не мешает развивать Мощнейшее хозяйство Помогает На самом деле На этом этапе помогает Нельзя противопоставлять Потому что Одно дело Когда сильные собственники Трудолюбивые люди Которые смогли Объединиться В какой-то коллектив Для решения Насущных вопросов Вот одно дело Когда эти люди Ходят в мечеть Когда они сами Выбирают имама И совсем другая ситуация Когда полностью Разбитое село Когда нету там Никакой работы И к ним сверху Присылают имама Строят роскошную мечеть И говорят Вот видите Но а в чем причина Почему местные Это жители Вот из другого Села разбитого Не поднимают Такую же инициативу Как вот Ну в разных селах Ситуация разная А потом Ну вопрос Да Вот почему так происходит Я к чему Понимаете Можно сколько угодно Пенять на федеральный центр Говорит Вот эти вот там И так далее Плюс к ним Присокуплять Абсолютно возможно Справедливо Местную элиту Бюрократическую Да Но вот то Что рассказал Андрей Вот это Центры роста Вы простите Да Денис Это вот центры роста Да Это надо развивать Это надо развивать И тогда Кавказ Не будет представляться Каким-то знаете Как вот часто я слышу Там вот этим Нахледникам Которым приходится Давать дотации Да Это Эти люди Изменят ситуацию Эти люди Не получили Никаких дотаций Это село Которое Отказалось От Компенсаций Вот так даже В 99-м году Они были В очаге боевых действий В 99-м году Когда было Нападение на Дагестан Так называемое Они Тогда Продали скот Купили оружие Так И не пустили Через свою территорию Никого Более того Они Как вот Ну по рассказам Понятно Что это немножко Идеализированная Картина Скорее всего Они С этим поссорились Со своими друзьями Чеченцами С которыми Они У них были Торговые Экономические связи И пастбище Частично были В Чечне Поссорились Потому что Те пропустили Через свою Землю К ним Вооруженных людей Это Нарушение Соседских Добрососедских Обычаев И они таким образом Потеряли пастбище Отчасти потому что Они потеряли пастбище Может быть Они перешли К более интенсивной Модели Животноводства К откорму Ну и дальше Как бы процесс Развивался уже С течением Через ряд обстоятельств Но тем не менее Достаточно быстро Потому что К 2006 году Они уже были Очень известны Как люди Производящие мясо По крайней мере Рынок второй В Махачкале Процентов на 30 Свежее мясо Их И 100% Сушеного Мясо и кубаса У нас буквально Две минуты Остается до завершения Программы Я хочу чтобы Каждый из вас По минуте Высказал Свои прогнозы Как в дальнейшем Будет развиваться Ситуация в этом регионе России Мне кажется Что ситуация Будет развиваться Все таки Будет развитие Будет модернизация Медленная Но будет Но делаться Она будет Не благодаря Государству А скорее Ему вопреки Хорошо Если государству Таким положительным Низовым инициативам Мешать не будет Правда Я слабо верю В то Что властные элиты Согласятся На это Потому что Таких людей Не обманешь Лозунгом Голосуешь сердцем А то Проиграешь Я надеюсь Все таки Что низовые инициативы Будут Расти Но Что-то должно Произойти В ближайшее время У меня такое Все таки Причувствие есть Кардинально Там что-то поменяется Андрей Иванов Денис Скалов Я тоже не считаю Что Кардинальные изменения На Северном Кавказе Возможны Без кардинальные изменения Политической системы Страны Страны в целом Вот То что Эта система Изменится Но это тоже очевидно И На Северном Кавказе Очевидно Что она изменится Потому что Очевидно Что невозможно Чтобы так продолжалось Дальше Вот Самое главное Чтобы Это прошло Через минимальное Кровопролитие Хотя Это очень сложно Избежать На сегодня Я думаю Что Есть шанс Это все-таки Избежать Шанс есть Да Конечно По крайней мере К этому нужно Стремиться Мне кажется Что Карта Карта Северного Кавказа Существенно Изменится Политическая Не этническая Да Этническая Она Люди живут На земле Статус-кво Статус-кво Просто этническая Карта И экономическая По инвестиционной И элитами И экономически И конфликтами Потому что Очень хочется надеяться Что действительно Пусть даже И проблемные вопросы О которых мы Сегодня и говорили Да И те противоречия Которые существуют Но на то есть Власть На то есть И общество Можно его по-разному Характеризовать Патерналистка И так далее Да Но мне представляется Очень важно Провести такую Ювелирную работу Да Это вот как раз Вызов На который Всем придется отвечать Очень важно Очень важно Чтобы государство Научилось Не Использовать Идеологию Как Способ Дискриминации И силового воздействия Вот это Крайне важно Потому что Как бы ты не молился Это твое дело Пока ты не взял В руки оружие Вот если государство Научится Так себя вести Это будет Тот минимум Который она сделает Для Кавказа Достаточно Больше ничего не надо Остальное Кавказ Делает сам Спасибо большое Денис Соколов Руководитель Центра социально-экономических Исследований Регионов Ромком И Андрей Иванов Директор Центра стратегического Анализа Института инновационного Развития Были сегодня В реальном времени На Финам.ФМ